Казанский федеральный университет продолжает поощрять талантливых молодых людей за успешную сдачу ЕГЭ. В этом году каждый абитуриент, набравшись 100 баллов по итогам единого государственного экзамена за одну дисциплину, при поступлении в КФУ сможет получить выплату от вуза. Такое решение принял ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он подчеркнул, что это напрямую связано с поддержкой способной молодежи и дальнейшей мотивацией к самосовершенствованию. Также, помимо материальной поддержки, им гарантированно предоставят места для проживания в деревне универсиады. Приказ «100-бальник» подписан. На сайте он уже тоже опубликован. Ребята по градации, получившие 100 баллов по ЕГЭ по одному предмету, участвующему в конкурсных процедурах, получают 100 тысяч рублей. Ребята, получившие 200 баллов, получают 200 тысяч рублей. И получившие 300 баллов, получают 300 тысяч рублей. Также определены категории ребят, которые поступают без вступительных испытаний. Это призеры и победители Всероссийской Олимпиады школьников, и победители Российской Олимпиады школьников. Для них тоже есть критерии градации поступления. Такая система действовала и в прошлом году, однако условия для получения выплат были немного другие. В целях стимулирования обучения победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников и победители Олимпиад, перечень которых утвержден Министерством образования России, в первый месяц после зачисления получили 100 тысяч рублей. Такие меры также были приняты с целью дать возможность будущим студентам проявить себя и начать развиваться в нужном направлении. На момент подачи заявлений, то есть пока они же еще не зачислены, идет активный прием, как оригинал документов образования. На сегодняшний день это более 360 человек в разных категориях ребят. Это и стубальники, и поступившие безступительные испытания, и также олимпиадники, приравненные к стубальникам. Подать заявление помимо личного посещения абитуриенты могли, воспользовавшись почтовым оператором, или же через суперсервис поступления в ВУЗ-онлайн, портала госуслуги. Согласно статистике, такой возможностью воспользовались почти 23 тысячи абитуриентов Казанского федерального университета, которые подали в ВУЗ почти 107 тысяч заявлений. Ну, можно сказать, такое хорошее событие. И случилась она по какому поводу? Потому что мы популяризируем этот механизм поступления. Вот уже не один год в Казанский федеральный университет прием документов ведется через социальную сеть «Буду студентом». И уже не первый год мы принимаем документы при помощи электронной цифровой подписи первого формата. То есть абитуриентам не требуется предоставлять бумажные документы, требуется предоставить образы документов, удостоверяющих личность, образ документов об образовании, заполнить аркетные данные и подписать свое заявление в формате онлайн, нажав только кнопку «Пописать». Эти же принципы преследуются и на портале государственных услуг, то есть нашей системы соосны, поэтому мы вложили много усилий для того, чтобы блокализировать процессы онлайн-вступления. Напомним, что совсем недавно в Казанском федеральном университете завершился процесс подачи документов на программу бакалавриата специалитета на очную-заочную и очно-заочную формы обучения за счет бюджетных ассигнирований федерального бюджета. Приказ о зачислении будет опубликован уже 4 августа. На данный момент университет начал процесс приема оригиналов аттестатов. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.